Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить окно-кнок, и всё очень нехорошо, потому что здесь кругом монстры. Я думаю, среди прочего, мы попробуем что-то новое в этой серии. Я постоянно прятался от них, но это не очень хорошо помогает, поэтому я постараюсь гасить, не что я говорю, гасить. Я постараюсь не гасить лампы и посмотрим, что произойдёт. Я думаю, ничего хорошего не будет, но я попробую. Они идут сюда. Давай, давай, родной, давай, родной. Что я делаю? Зачем? Это привлекает монстров, да, насколько я понял? Или нет? Где они? Я их не могу видеть, если свет включен. Они снизу. В общем, насколько я понял, цель игры не только в том, чтобы продержаться до рассвета, но ещё и заниматься очисткой комнат. Но вот это как делать, я не понимаю. Так, мы можем промотать время, кстати говоря. Это очень серьёзная помощь. Очень хорошо, когда видно... Слушай, свет, он мешает. Он не мешает. Блин, но я отсюда не выберусь таким макаром. Фух, я боюсь этих попоек до ужаса. Ты не один. Я заметил. Сейчас я буду пробираться куда-то вниз, вот туда в душу. Блин, не так много осталось продержаться на самом-то деле. Но если меня поймают монстры... То всё кончено. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Ох, тихо. Твою мать. Бабайку шла, по-моему. Он мешает. Так. Ой, а! Твою мать. Ох, 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 ой. Ой, твою мать, всё, уходим. Хорошо, хорошо. Хе-хе-хе, как укрепляет. Ничего хорошего. А, ужас, не знаю, это где-то. Мне этого не нужно. Давай, мы почти продержались. Мы почти продержались, я не могу открыть эту дверь. Тварь где-то здесь, она сейчас появится. Я не думаю, что эту игру стоит играть очень долго, потому что... Ладно, не важно, потом договорю. А в эту игру нужно играть в одиночестве. Встаньте за три часа до рассвета. Мысленно трижды произнесите фразу. Я ничего не забыл. Пройдите по темному дому и включите в каждой комнате свет. Вернитесь в комнату, в которую вы начали. Закройте глаза. Постарайтесь зафиксировать первое, что придет на ум. Если вы мысленно представите себе лицо, это существо поселится у вас в доме. Офигенно. Я сегодня ночью так попробую. Ой, я не знаю, я на взводе от этой игры. Она мне просто реально крышу ест. Ладно, но у нас день, и сейчас мы опять будем гулять по лесу, возможно. Или не будем. Что с тобой, родной? Куда подевался дневник? Я точно помню, как клал его под подушку. Ничего не понятно. Куда я мог его сунуть? Раньше память не подводила. Все это очень странно. Как бы там ни было, нужно скорее его найти. Иначе завтра я не смогу работать. Там записаны все результаты за последние годы. Найти дневник? Хорошо. Так, это, кстати, полезный ест. Так, кирпичи стряхнем и погнали. Этот дневник подарил мне мой дед, когда я научился писать. Он сказал, что я запишу в нем всю свою жизнь. И последней странице этой тетрадки она завершится. Дед был последний в нашей семье, кто еще увлекался поэзией. Но я был еще очень мал и понял его буквально. Я хотел прожить долгую жизнь и экономил страницы. Записывал мелким почерком. Редко и понемногу. Это вошло в привычку. Потом я забыл о его словах, и дневник стал рабочей тетрадью. Но сейчас от чего-то я вспомнил их снова. И мне неспокойно. Хорошо, найти дневник. Для начала давайте займемся делом. До меня тут работал отец, до него дед и так далее. Каждый из моих предков внес свой вклад в этот дом. Прошлое не слишком ценное наследство, поэтому многие комнаты заперты. Я туда не заглядываю. Для начала давай починим свет. Чем больше лампочек, тем быстрее идет время, поэтому мне пофигу на все предупреждения, я буду зажигать лампы. И кроме того... Они уже ломятся. Кроме того, в результате этого можно очень неплохо отслеживать, где же находится монстр. Если выключается свет, значит ты все можешь видеть. То есть в темноте их не так, чтобы часто видно. В каждом доме нужно всего лишь дождаться рассвета. В своем тоже. Просто нельзя идти дальше, если внутри ночь. Почему вырваны эти страницы? Как они тут оказались? Не нравится мне все это. Кто-то пробрался в комнату, пока я спал, истощил дневник. Нужно снова проверить весь дом. Я и в самом деле его изрядно запустил. Хорошо, пастем. Пока что все вроде спокойно, и никто даже не вламывался ко мне. Поэтому давайте придадим дому уюта. Меня ждут дела. Днем я беру образцы, они тут повсюду. Нужно проверить состав земли. А еще воздух, воду, фауну, флору. Блин, я обожаю эту игру. Не знаю, какая-то в ней абсолютно противоестественная притягательность есть. Я честно скажу, я такой стиль не люблю. Я Тима Бертона не люблю творчество. То есть эта шиза, она не по мне. Но вот тут я просто восторгаюсь. Давайте все починим. Ничего вспоминать не приходится? Нет? Этот лес вырождается. Когда-то тут был заповедник. Но теперь интересные звери вымерли. Остались одни насекомые. Все больше болот. Деревья гниют и сохнут. Реаких пород почти не найти. Да, лес печальный. Подарим себе немножко времени. Хорошо. На самом деле нам довольно много еще нужно находиться здесь. Что-то приближается с той стороны. Надо поторопиться. Так, этот этаж полностью. И что-то вошло. Оно уже тут. Подожди, это мы можем войти вниз? Ой, в лес. Сначала мы разберемся с чуланом. Вспоминай, как тут все было. Или тут все так и было. Дом, по сути, полностью зачищен, если можно так сказать. И страничек я вроде тут больше не вижу. Пусть будет так. Хорошо, пойдем наружу. Ненавижу это дело. Ненавижу гулять по лесу. Но вон там, вон там у нас что-то есть или мне кажется? Да, это опять эта девочка. Мы нашли ее. Будем искать дальше. Как обычно, двигаемся направо. Налево идут слабаки. Конечно. Не самый, на самом деле, пока что, по крайней мере, по ощущениям, сильный момент игры. Блуждание по этому лесу. Хотя здесь жутко находиться. Но здесь, как правило, ничего особенно не происходит. Поэтому можно было бы идти сразу в дом. Но я хочу пройтись маленько и посмотреть. Возможно, мы сможем найти что-то еще. Потому что в последний раз, когда мы гуляли по лесу, мы нашли несколько раз призрака этой девочки. И в итоге у нас получилось что-то. То есть пошла какая-то... Ворона, прекрати, мать твою, за ногу. Получилось что-то непонятное. Нам дали ачивку. И в итоге там какой-то сюжетный поворот был. Короче, где-то по этой полосе слева у нас дом. Но учитывая, что мы ходим по кругу, я думаю, мы просто так вот если будем идти, доберемся до него. Рано или поздно. Но таким макаром, насколько я понял, очень сложно встретить девочку. Поэтому давайте заблудимся к чертовой матери, как обычно. Так, где-то здесь пошли ее крики. Не очень хорошо. Знаете что? Пошли налево. Почему я все время направо иду? Буду путем слабака идти. Так, если сейчас прекратится запись, знайте, это кошка. Она уже посматривает на кнопку Escape. Хорошо, но пока что тихо. Кошка, ты рушишь мне атмосферу. Мне сразу стало не страшно, у меня сразу пошли ми-ми-ми моменты. Так, воды. Ничего не вижу. Оно рядом? Она. Оно. Судя по всему, да. Вполне возможно, вообще по этим крикам как-то можно понимать, где она находится. Но, может быть, и нет. Так, нет, это просто дерево. Я на самом деле хочу вернуться домой. Просто возвращаюсь. Другое дело, что я не помню, куда мне идти для этого. Как обычно. А вот и дом. Ладно, уходим отсюда. Тем более, что игра нас к этому не принуждает. Новая ночь. Новые проблемы. Охренеть, сколько тут всего. Обалдеть. Это северный сиянь наверху? Ладно, допустим. Пока что в доме, конечно же, спокойно. Но мы сейчас привлечем их внимание. Так, что у нас было в этой комнате? Отлично. Это нам поможет. Больше ничего не было в этой комнате. Тоская печаль. Так, это у нас вход, на самом деле, да? Так, вот здесь можно будет сохраниться, если что. Может, я и зря это делаю? Я забыл что-то очень важное, о чем вспоминать не стоит. Дворь рядом. Сложно сказать. Свет это ясность. Он уделяет мнимое от настоящего. Понимание приходит со светом, поэтому я всегда с таким нетерпением ожидаю утра. Что в этой комнате? Пока спокойно, давайте постараемся успеть как можно больше. Здесь у нас отлично, нам везет. На самом деле, нам действительно везет. Неплохо проматывает время эта штука. Но я бы предпочел какую-нибудь мебель. Тихо. Ну тут, если все-таки нужно заполнить всю эту пустоту, хотя бы для того... Все-таки нужно заполнить эту пустоту, чтобы для того... Чтобы было где прятаться, в общем. Елки-палки. Так, куда же мне пойти? Там, в принципе, ничего хорошего я не вижу, поэтому пойдемте вон лучше нафиг сюда. Так, подожди-ка. Ты что-то вспоминал? Что это? Отлично. И оно уже здесь. Здесь, по-моему, глаз туда лезть не особо стоит, да? Давайте проверим. Глаз и портал... Тихо. Надо нафиг убираться отсюда. Глаз и портал это те места, из которых, собственно, и лезут эти твари, поэтому... Лучше бы от этого всего избавляться. Так, там тоже свет вроде. И мы можем понять, если оттуда идет что-то нехорошее. Так, ладно, пойдем в эту сторону. Значит, там у нас пролом. Ну, пускай. Пока что мы очень даже неплохо справляемся. Отлично. Давай, родной, быстрее. Хорошо, давай вспоминай. Что же у нас тут было? Супер! Что-то мне сегодня прет. Я, похоже, начинаю привыкать ко всему, что здесь происходит. И это неплохо. Ты делаешь только хуже. Вот не говори мне, пожалуйста, что мне делать, женщина. Так, а что у нас здесь? Давай, родной, ты сможешь. Шкаф. Это же просто отлично. Твою мать. Как же так? Ну, я думал, свет поможет мне. Давай, родной, вспоминай. Ладно, хоть помощь есть в виде этого. Так, ну хорошо. Здесь еще что-то было, я уверен. Так, вот и хорошо. Что у нас может быть здесь? А, мы только прячемся. Мы только делаем хуже. Как же я сглазила, что все у нас идет хорошо. Сразу время очень много потеряли. Так, родной, вспоминай, ты знаешь, как это делается. Если что, нам нужна комната для отступления. Вот, отлично. Цель, в принципе, достаточно простая. Если не париться, то выполнить это не так сложно. Тем более, что-то нам просто прет вот на эти штуки. Обычно они редко попадаются. Но в моем случае все очень даже неплохо. Хорошо. Утро? Отлично. Мы просто замечательно справились. Я, по-моему, начал осваиваться в этой игре. Ладно. Новые вещи. В эту игру нужно играть в темноте. Сядьте напротив окна и закройте глаза. Представьте себе, что во тьме за окном возникли некие новые вещи. Мысленно произнесите фразу. Они там. Я просто не видел их раньше. Повторяйте это до тех пор, пока не почувствуете, что кто-то смотрит на вас в окно. Выходите из комнаты. Игра, ты вообще меня не жалеешь, да? Надо будет попробовать все немножко. Хорошо, новый день. Да, дни тут ненамного лучше, чем ночью. Я люблю принимать гостей. Когда-то ко мне приходили лисы из леса. Иногда я даже готовил ужин для заблудившихся путников. Ставил несколько чашек на стол и мысленно разговаривал с ними. Вот тогда-то я и узнал, что больше всего на свете боюсь невидимых. Что? И все-таки, куда подевался дневник? Скорее бы его отыскать. Сейчас это самое важное дело. Давайте следуем дом. Эта игра не дает мне просто удобно сесть. Я в чем-то начинаю нервничать, когда в нее играю. Хотя повторюсь, я не пойму почему. Простите, но я не хотел бы, чтобы вы были в моем доме, поэтому идите в болт. Все меньше дней до конца. В дневнике я часто обращался сам к себе. К тому, кто когда-нибудь перечитает старые записи. Это была такая игра. Но теперь мне кажется, что эти страницы написаны кем-то совсем другим. Тебе есть что вспомнить в этой комнате? Судя по всему, нет. Какого? Надо чинить по-быстрому. Закрыто. Вас тут не ждат... Не ждат. Вас тут не ждали. И вас тут не ждут. Поэтому прекратите стучать, пожалуйста. Это твою дивизию. То, что в доме кажется страшным, перестанет пугать, если ты выйдешь в лес. Прикоснись к ним без страха. Открой глаза. Не бойся видеть. Не бойся смотреть. Это не смерть, а просто новое время. Смерти нет. Почерк поделан под мой. Но он все же немного другой. Это точно писал не я. Странно. Ты боишься и поэтому хочешь уснуть... Уснуть назад? А надо проснуться вперед. Что? Не понимаю, почему я пишу такое во сне. Что же все это значит? Меня больше всего беспокоит, что его дом... Каждый раз, когда он просыпается, становится другим. Совершенно другим. Так, хорошо. Здесь нам смотреть особо не на что. Время остановилось, кстати говоря. Только сейчас это заметил. Я не открою дверь. Но я готов починить эту лампу. Хорошо. Хорошо. Теперь сюда. Так, ладно. Теперь сюда. Становится интересный сюжет, судя по всему. Так, вспомнишь что-нибудь интересное? Становится интересно, что же происходит с главным героем. С нашим дурилкой. Так, ну ладно. Пойдем. Часы пошли. Каждому отмерен свой срок. Посмотришь на часы и задумаешься, сколько тебе еще отпущено. Лучше гнать от себя эти мысли, а то еще накликаешь. И открылась дверь. Ну что, я считаю, это прекрасный момент, чтобы завершить эту серию. Следующий пойдем в лес и посмотрим, к чему все это приведет. Я не понимаю, нужно ли вообще в лесу делать что-то, то есть искать девочку, допустим. Судя по всему, в первый раз, когда я ее нашел, это нам как-то помогло. Но действительно ли помогло это нам или нет, я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Вы, наверное, в комментариях мне пишите советы. Но дело в том, что, как вы знаете, серии я записываю не по одной. И поэтому прочитать, то есть прочитать-то я ваши комментарии прочитаю. А вот среагировать на них я смогу серии через пять. Так что, в общем, вот такие дела. Пока что разбираюсь в игре сам. И вроде как неплохо получается. Надеюсь, вам понравилось. Потому что мы более уверенно двигаемся вперед. Уже не просто истерим под подушкой, а делаем что-то осмысленное. Спасибо, что смотрели. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok